Кто-то использует климатическое оружие, не иначе. И какие бы немыслимые злодейства не совершил сейчас Дональд Фёдорович, это его не спасёт. А скоро ведь и землетрясения начнутся. Президентом США будет Марк Цукерберг. Начните жить лучше, начните с себя. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракяту. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые друзья, сегодня хотелось бы поговорить о погоде. Вы знаете, в последнее время, в последние даже годы можно достаточно чётко утверждать и высказывать предположение, что кто-то использует климатическое оружие, не иначе. Потому что, ну как объяснить все последние выкрутасы нашей погоды, кроме как чьим-то злым умыслом. Ну, шутки шутками, уважаемые друзья. Климатическое оружие можно и нужно разбирать. Потому что я не думаю, что кто-либо когда-либо откажется от такой шикарной возможности, как победить некоего противника, реального или потенциального, с помощью погодных катаклизмов каких-либо. Это ж круто. Тем более, нам уже столько лет, начиная ещё с Даниила Гранина, с этим его иду на грозу, объясняют, что люди могут управлять погодой. И более того, списывают огромные деньги, например, на разгон облаков, начиная с Московской Олимпиады какой-нибудь или недавних торжеств на 9 мая и так далее. Посмотрим, нагонят ли дожди на 12 июня в Москву и в другие города. Но давайте пока всё-таки отложим в сторону климатическое оружие. То есть, если оно есть, наверняка какие-то попытки, опять-таки, повторяюсь, предпринимаются, то всё равно оно ещё, как минимум, не играет такой большой роли по одной простой причине, что его не афишируют. То есть, если бы, скажем, Дональд Фёдоровичу Трампу сейчас сказали, что да, мы действительно можем управлять погодой, то я думаю, что на следующий же день это было бы подано как великая победа лично Трампа. И он бы не применил использовать её в политической борьбе со своими оппонентами, посылая дождь и ветер на Лондон и Тегеран. Вот, кстати, недавно в Тегеране случились теракты. И это всё, с моей точки зрения, последствия визита Трампа на Ближний Восток. Всё это завязано в один клубок с Катаром и так далее. Ну, уважаемые друзья, вот поведение Трампа и его администрации в последнее время на Ближнем Востоке, в Лондоне и вообще в мире тут недавно. Германии отменили какой-то концерт из угроз терактов. Что бы сейчас не натворил Трамп, всё это будет в разряд того же медведя на воеводстве, который Чижика съел. И какие бы немыслимые злодейства не совершил сейчас Дональд Фёдорович, это его не спасёт. Всё равно в глазах основной массы людей, понимающих ситуацию, он останется жалким бизнесменом, который всё делает ради каких-то жалких денег. Не может, что ли, напечатать побольше. Чего же он, собственно говоря, ради этого всего бодается-то. Кстати, очень интересная тема прошла, что следующим президентом США будет Марк Цукерберг. Совершенно не удивлюсь, потому что Марк, говорят, человек совершенно фанатичный и абсолютно сектантский. И будущее Соединённых Штатов сейчас, безусловно, за сектантами. Потому что с чего начал, к тому и приходит любой человек, система или структура. А США, безусловно, организовывалась и строилась с сектантами, и сейчас, под завершение течения своего, конечно же, вновь к власти должны прийти эти же самые сектанты. А кто сейчас круче, чем интернет-гуру может окучить население этой страны? Да никто. Давно уже васпы сдались, и их меркантильная направленность не позволяет им побеждать разного рода очень серьезные тоталитарные секты афроамериканского толка. Они, конечно, крутые, но они деструктивные, потому что корни их выходят из колдовства, из колдунов. А любые колдуны, они, естественно, я об этом говорил, по определению не способны создать серьезную организацию, рассчитанную на массы. То есть, это всегда некая очень маленькая структурка, потому что они всегда враждуют между собой. У них не получается, это джиновская тема. Что еще у нас остается? Мексиканцы разного рода, латиноамериканцы и прочие католики, естественно, итальянцы туда же пристегиваются. Да, но они уже давно списали Соединенные Штаты как потенциальный центр своей экспансии и обратили внимание на Латинскую Америку. Снова там готовится будущее мира, и Ватикан собирается перебазироваться туда. Поэтому латиносы не будут поднимать США, они будут делать из нее некий опять монолитный, сплоченный кулак. Остаются какие-то сектанты а-ля Цукерберг, который действительно доказал, что он может создать на базе отдельно взятой корпорации фантастическую секту. И то, что он женат на китаянке, кстати, подтверждает мой тезис, что китайцы обладают очень большим весом в США, и, естественно, после этого они будут обладать еще большим. Ну, это из разряда предположений, но с моей точки зрения очень вероятная тема. Ниша Аллах когда-нибудь еще об этом поговорит. Но почему тогда такая погода-то? Откуда все вот это берется-то? Почему за последние буквально 20 лет исчезла всякая стабильность в природе? Уважаемые друзья, а что у нас последние 20 лет происходит-то? У нас происходит потрясение в общественной жизни. И поверьте мне на слово, все то, что делают люди, отражается на окружающей среде. И не только банально загрязнением этой самой среды или исчезновением каких-то видов животных в результате уничтожения лесов. Нет. Все гораздо круче. Человек, человеческое общество – это очень важная часть такого всепланетного симбиоза. И ровно так, как дождь влияет на людей, точно так же люди влияют на этот самый дождь. И если большое количество людей начинают, условно говоря, заниматься ерундой, то и весь мир вокруг них погружается в этот же самый хаос. Люди влияют на окружающую среду. И потом получают ответку. А что вы хотели, дорогие россияне, после того, как мы здесь уже почти 30 лет черти что вытворяем? Вот мы сейчас смотрим на ураганы. А скоро ведь и землетрясения начнутся. И вулканы будут проявляться. Поэтому, уважаемые друзья, не ждите ничего сладкого и хорошего не только в общественной, но и в климатической сфере, не меняется мир вокруг людей, пока люди не изменят себя сами. А ведь менять-то можно в разную сторону. Если вот сейчас мы меняемся в худшую сторону, то и мир вокруг нас, в том числе и погода, и климат, и урожайность земли, все тоже меняется в худшую сторону. Если вы хотите улучшения, если вы действительно не фейковый, а истинный патриот этой страны, этой земли, этих территорий, этого населения, этих людей, начните жить лучше. Начните с себя. Перестаньте ругаться. Перестаньте бухать. Перестаньте совершать все эти непотребства, которые нас сейчас просто поглотили. И вы увидите, как все изменится. Сначала в вас самих, потом в вашем окружении, потом дальше, дальше. А потом, при достижении определенного уровня, начнется цепная реакция. И мы действительно сможем что-то улучшить. Только так. Начните со своей головы и со своего сердца. Поймите, что делается в этом мире. Поймите, что вы в этом мире главная величина. Ну, для вас самих, в первую очередь. И дальше, для вашего ближайшего окружения, для семьи, детей, родителей, родственников, для коллег по работе, для друзей и так далее, и так далее. Вот это вот начальственность, понимание того, что вы халиф, оно изменит все. И только тогда вы сможете повлиять на весь мир. Да, надо знать, кто такая королева английская, надо понимать роль Ватикана в этом мире, надо знать, что такое проекты, кто такие евреи, кто такие ехуды и так далее. Безусловно, это общая картина. Но если вы не измените себя, если вы не используете эти знания для себя, это пустые знания, это бесполезно, это отвлечение и трата времени. Зачем это нужно? Только практическое применение имеет смысл. Никаких мечтаний о грядущем великом будущем великой страны или великого народа. Только вы лично, изменив себя, сможете это самое будущее приблизить или наоборот отдалить, чем сейчас и занимается 99% населения России, скажем. Вы что думаете, просто так что ли эти клубы в свое время как грибы расплодились или наркоту сюда потащили? Нет. Народ развращали подачками, гуманитарной помощью, бесплатной работой и так далее, и так далее. Когда человек работает и не получает за это деньги, это ведь не просто обман и кидок, это и развращение. Потому что человек начинает воровать. Он понимает, что вы мне не платите, а я у вас украду. И моральный императив размывается на этом деле. И так далее, и так далее. То есть над нами очень долго работали понимающие люди. Но пришла пора это понять. И каждый на своем личном уровне должен дать отмашку этим самым кукловодам. И вот поняв это, поняв роль личности в истории, каждый должен начать с себя. И не верьте никому, кто будет вам говорить, что вы сами ничего не можете. Нет. Только вы и можете изменить самого себя. А дальше этот мир пойдет за вами. Но опять-таки не верьте тем, кто под ролью личности в истории подразумевает Наполеона. Вот Наполеон один что-то там смог. Нет, ни один. Не было бы генерального штаба, не было бы великого полководца Наполеона. Не в том роль личности в истории, чтобы изменить мир какой-либо тотальной войной или глобальным катаклизмом. А в том, чтобы изменить себя и своим примером изменить свое окружение, близких людей. И дальше это пойдет. И посланник Аллаха Мухаммад показал нам это прекрасно. Как и все посланники Аллаха до Него. Иисус, Моисей, мир им всем. Нух, мир ему и так далее. Они принесли в этот мир новое понимание роли человека, личности. Показав своим примером, как можно жить по-другому, изменив себя, противопоставив себя дьявольской общественной парадигме. И смогли изменить в первую очередь свою семью. Первый, кто принял Ислам, была жена пророка Хадиджи. Это были его родственники, это был Али, его племянник ради Аллаха Мухаммад и так далее. Это были его ближние друзья, соседи. Кто первым принял учение Иисуса, мир ему? Тот очень маленький и узкий круг людей, которых потом назвали апостолами, которые тоже изменили себя. И каждый из них потом пошел нести вот этот свет в мир. И когда уже набирается определенная степень изменения среды коллективными усилиями, объединением усилий уникальными, их личностей, тогда меняется этот мир. И это противопоставление шайтанскому утверждению, что каждый человек ничего не стоит, он всего лишь винтик в гигантском механизме. Как бы это ни называли красивыми словами типа «Инсан-Уль-Камиль», «совершенный человек» и так далее. Все человечество становится единым с каким-то надчеловеческим разумом и тому подобное. Матрица – это все, нас пытаются в нее засунуть, лишив индивидуальности, лишив самостоятельности. Мы можем этому противостоять. только изменением самого себя, пониманием этого, вырваться из всего. Вознестись над этим миром, но не чисто духовно. Знаете, тело-то оно остается, его никто не отменял. И все вот эти вот духовные практики, когда человек улетает в какой-то транс и там парит в поднебесье, а потом возвращается, ему здесь жратенький хочется, они ведь об это и разбиваются. Я уж не говорю про разного рода применение химических и тому подобных акустических воздействий. Поэтому, живя здесь, мы меняем этот мир через изменение себя, как духовно, так и физически. А физически как можно измениться? Ну, во-первых, просто следить за своим телом, обходить запреты Аллаха, та же самая свинина, спиртной и так далее. Если в этом вреда больше, чем пользы, все, оно людям не нужно. Думайте об этом. То же самое, мне начали задавать вопросы. Вот ты говоришь, надо дистанцироваться от государства. А как же? Государство же нас душит налогами, какие-то еще пожелания постоянного государства. Во-первых, не надо придавать государству некую самодостаточность и отдельную разумность. Вот эта фетишизация государственного механизма, когда мы искренне считаем, что государство – это некое разумное существо, которое всех подавляет. Нет. Государство – это сумма действий людей. Не более того, которые работают в определенной парадигме. Так вот, уважаемые друзья, если государство воспринимать правильно, то есть как неразумный механизм, тогда мы можем строить свои отношения с точки зрения человека разумного. Вот и все. Но дует ветер, идет дождь, снег. Люди же не устраивают истерику по этому поводу. Покупают теплую одежду, непромокаемый костюм, зонтики, ставят ветряные мельницы и используют энергию ветра в своих целях, ставят солнечные батареи, получают электроэнергию и так далее. Можно же, конечно, куда-нибудь в снег нырнуть в купальном костюме и говорить «а, как плохо, этот снег меня обижает» и так далее. Нет, уважаемые друзья, это не снег вас обижает, это вы сами себя обидели, не подготовившись ко встрече со снегом. Государство – это снег на более высоком уровне. Ветер, дождь, ураган, солнце. И с ним можно и нужно строить свои взаимоотношения на равных ни в коем случае не как подчиненный. Уже, друзья, стыдно подчиняться неразумной машине. Человек должен быть выше этого. Поэтому меняйте себя, меняйте окружающих вас людей, меняйте окружающую вас среду. И государство изменится вместе с вами. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова